Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за последние сутки. Утром 13 октября на улице Таёжная водитель автокрана наехал на женщину. Она проходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей пришлось вызвать бригаду скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход 1968 года рождения с травмами была доставлена в центральную городскую больницу. Как минимум у пострадавшей диагностирован перелом руки. Госавтоинспекторы в очередной раз просят всех участников дорожного движения проявлять бдительность и водителей, и пешеходов. Для последних прописные истины посмотреть налево, потом направо, затем опять налево. Уберегли уже не одну жизнь. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен заранее снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. В свою очередь пешеходы также должны быть внимательны при пересечении проезжей части, должны убедиться, что транспорт остановился, их пропуская, что водитель их видит. Только после этого начинает движение. Есть пострадавшие и в дорожном инциденте в городе Губкинский. Здесь дорогу не поделили Газель и Веста. Водитель фургона при повороте налево просмотрел в зеркалах обгоняющую его легковушку и врезался в нее. Инициатор ДТП и его пассажир получили травмы. По официальным сводкам в этом году общее число пострадавших на дорогах Ямала превысило 200 человек. И эта статистика еще не учитывает травмированных, которым была оказана разовая медицинская помощь на месте аварии. Спасатели приуральского района вызвали из беды тундровика, сломавшего ногу. По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло 11 октября в районе реки Байдараты. Местность считается труднодоступной. За пострадавшим выехал трекол, на нем и эвакуировали 43-летнего мужчину. Увезли его в больницу в Лабытнанге. Его жизни ничего не угрожает. Жителя Салихарда наказали за связь с наркотиками. У мужчины изъяли 3 грамма запрещенки. На зелье он собирался подзаработать. Сбыть наркотики при помощи закладок по городу. Следственным отделом МВД России по городу Салихарду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный сбыт наркотических средств. С Салихардским городским судом злоумышленку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд Нового Уренгоя вынес приговор 42-летнему предпринимателю, который промышлял нелегальной табачкой. Мужчина хранил и планировал продать сигареты в торговом центре Южной. Полицейские изъяли у него полторы тысячи пачек на четверть миллиона рублей. Суд оштрафовал хитреца на 40 тысяч рублей по статье «Хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий». Житель Лабытнанги накуролесил на уголовную статью. В октябре 2020 года он напился и ударил полицейского ножом в голову. Правоохранитель в это время находился на службе. По указанию дежурной части приехал по адресу для проверки сообщения о незаконном проникновении в жилище, где и обнаружил агрессивного пьяного налетчика. Суд признал дебошира виновным в нападении на сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Полицейские Пуровского района выясняют обстоятельства особо крупного мошеннического развода. Заявлением к ним обратилась 61-летняя пенсионерка. Женщина поверила убедительным речам фальшивых сотрудников банка и ради своей финансовой безопасности набрала кредитов и перевела на указанные счета 4 миллиона 80 тысяч рублей. После того, как с ней перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обокрали и пошла к правоохранителям. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищут. 30-летний мужчина из Салехарда решил инвестировать в криптовалюту и перевел мошенникам 930 тысяч рублей. Северянин узнал о таком способе заработка из объявления в интернете. Там же перешел по ссылке и заполнил анкету. Ему позвонил якобы менеджер проекта и ознакомил с условиями для инвестирования в крипту. Потерпевший в течение недели переводил на разные банковские счета деньги. После этого с ним перестали выходить на связь. Отдел полиции Салехарда возбудил уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте бдительны, разговаривая с незнакомцами. Настоящие сотрудники службы безопасности банка ни кредиты брать, ни на какие счета деньги переводить не попросят. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!